Те люди, которые находятся рядом с нами, нуждаются в том, чтобы мы их поддерживали. Не отказывайтесь от тех людей, которые рядом с вами. Не обижайте тех, кто вас любит. Помните о том, что они нуждаются в вас. Помните, что один орган, плохо работающий, а остальные органы, хорошо работающие, является болезнью. Так, один человек, у которого в семье все время плохое настроение, а у всей семьи хорошее, является болеющим органом. А как болеющий орган нужно лечить? Его нужно обнимать, целовать, любить, сочувствовать, но от него не отказываться. Отказаться может каждый, а вот попробуй помочь человеку, подпушить его, немножечко проявить к нему заботу и любовь. Это, наверное, и называется духовным подвигом. Вот пусть такое будет. Любите близких. Сейчас время, когда близкие должны чувствовать и защиту, и помощь. Побольше тепла, побольше, наверное, если есть свободное время, обучайтесь. Если есть свободное время, отдыхайте. Не загоняйте в себя. Я знаю, что мы все ищем постоянно в Ютубе или в интернете. Мы ищем слова, что война закончилась и все, уже победа. Когда она закончится, вы узнаете первыми. Искать этого каждый день сейчас не нужно. Поэтому сосредоточьтесь на своих делах. Если вам нечем заниматься, обучайтесь. Сейчас есть куча видео, где можно получить и какую-то особенную работу, какое-нибудь хобби. Начните там или вышивать, или шить, или там что-либо создавать. Я знаю человека, который за время вот этих восьми месяцев войны от нечего делать, начал создавать юбилейные украшения, хотя он этого раньше никогда не делал. Купил монетку, купил лобзик, и там купил какую-то наковаленку, и там какой-то штативчик, я не знаю, как это называется, поддончик. И вот в домашних каких-то, глядя на какое-то видео, там как-то разбил, раскатал, нагрел. И вот по чуть-чуть, и знаете, очень красивые вещи такие показал мне. Я был очень удивлен, что вот он обучился новой работе. А кем работал? Работал в департаменте, который выдает кредиты банковским служащим. И говорит, теперь я очень подумаю над тем, чтобы в дальнейшем начать заниматься ювелирным бизнесом. Теперь у тебя получится, молодец. Продолжение следует...